Это по-русски сказать какашка, вот это вот со всего дома. Здесь было вот все полностью затоплено. В этой квартире уже давно прописались насекомые. Предыдущие жильцы, дети-сироты сбежали, как только двухэтажка начала разваливаться и тонуть в канализационных прелестях. Тут все полностью было затоплено, как бы можем показать. Это все с января месяца здесь происходит. Приехал мужчина, сантехник, он сказал, что в доме находиться нельзя, потому что вот эти вот все отходы нашей жизнедеятельности, они излучают газы. То есть мы можем не проснуться ночью. Эта трещина идет с двух сторон, она сквозная. Стены расходятся, полы проваливаются, потопы каждые три месяца. Причина ливней на поверхности – канализационная труба в землю не закопана. Именно независимый эксперт приезжал с Барнаула, он сказал, что это нарушение очень сильное, потому что труба как минимум 2-2,30 должна закопана быть, а по факту 27 сантиметров. Мы пытаемся, мы звоним, пишем, что решить как-то этот вопрос, потому что действительно и дети, и самим комфорта никакого нет. Сколько мы писали, сколько звонили, то есть результатов нет. Управляющей компании у дома нет. От проблемной двухэтажки все открестились. Сейчас она на балансе регионального жилищного управления. О бедах жители там знают, помогают. Назначили строительно-техническую экспертизу. Там проблема в системе канализации, то есть там при строительстве, когда дом строился, были неправильно выбран материал труб, то есть диаметр труб и глубина залегания данной трубы по системе канализации. А когда появится финансирование, ошибку застройщика исправят. Дом все равно, как бы он 14-го года, но все равно еще достаточно как бы новый. И вот эти вот усадочные моменты дают какие-то там трещины. Но они не являются какой-то там угрозой для жизни. Люди не согласны с мнением специалистов. Юриста советуют провести независимое исследование всего дома. Если в результате специальных исследований будет установлено, что данное жилое помещение непригодное для проживания, то, соответственно, региональное жилищное управление обязаны будут растургнуть договор и предоставить другое жилое помещение данным гражданам. Если этого не произойдет, жильцам можно обращаться в суд либо в прокуратуру. По опыту юристов, после вмешательства надзорных органов дела решаются в разы быстрее. Валентина Скирова, Алексей Фризин. День с толком.